МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2018 год подходит к концу. В предновогоднюю неделю в конференц-зале администрации состоялась встреча главы администрации города Кумертау Бориса Беляева с активом Совета ветеранов города. Встреча прошла в неформальной обстановке за чашкой чая. В беседе с ветеранами были подведены главные итоги уходящего года. Очень рад вас видеть в администрации у нас. И так неформально хотелось бы с вами поговорить, пообщаться и подумать, как мы будем дальше жить. Послушать хотел я и вас в том числе, какие указы наказывай, скажете нам в нашей дальнейшей работе. В ходе встречи Борис Беляев подробно рассказал об итогах 2018 года в разных сферах. Были затронуты вопросы по реализации будущих проектов, развития малого и среднего предпринимательства, благоустройства города и медицинского обслуживания, особое внимание экономическому развитию города. В первую очередь мы обращаем особое внимание на экономику нашего города. Территория, опережающая развитие, работает. Два года мы на ней уже, в этом статусе, можно сказать, работаем. Десять резидентов территорий, опережающих развитие у нас уже есть. Это 6 миллиардов рублей в экономику города вложено, плюс более тысячи новых рабочих мест. В ходе встречи ветераны обсудили интересующие моменты и выдвинули свои предложения по воплощению проектов. Также были даны ответы на поступившие вопросы, касающиеся актуальных проблем. В их числе ремонт дорог и их очистка зимой, ремонт жилых домов и подъездов, а также проблемы здравоохранения. Ветераны отметили работу администрации и поблагодарили Бориса Беляева за развитие города. Я хочу от имени жителей Бульвара Садовы сказать вам огромное спасибо, что вы изыскали свои вопросы, вы курировали эту дорогу, которую построили нам. Спасибо вам. Спасибо. Очень большая надежда, что город наш будет лучше, хотя он, в общем-то, улучшается с каждым годом. Спасибо вам за все, спасибо. Маленькими шажками или большими шажками город идет вперед. Это для нас радостно и такое знает. В завершении встречи глава администрации поблагодарил ветеранов за участие в жизни города и поздравил с наступающим Новым годом. Такие встречи – возможность перенять жизненный опыт старшего поколения. Павел Игошин, Денис Тихонов, телекомпания «Арис». Одна из актуальных тем, активно обсуждающихся в последнее время, это переход всех субъектов Российской Федерации на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Федеральный закон от 24 июня 1998 года о подходах производства и потребления должен заработать в полной мере с 1 января 2019 года. Готова ли республика к переходу на новую систему? Как этот переход отразится на населении? Какие задачи будут достигнуты после внедрения работы Института региональных операторов? Такие вопросы были заданы в ходе рабочего визита в Кумертау депутату Государственного собрания Республики Бешкортостан Курултай Сергею Афонину. Отвечая на вопросы, Сергей Иванович отметил, что республика стоит на пороге новой реформы, которая полностью изменит систему работы с твердыми коммунальными отходами, их сбором и утилизацией. В интервью телекомпании «Арис» Сергей Иванович отметил, что кумертаусов, пришедших к нему на прием, интересовало, сколько конкретно жителей города будут платить региональному оператору за вывоз ТКУ. Ко мне на предыдущих приемах приходили наши жители, а если конкретно один из домкомов, который задавал все вопросы, которые касаются тарифов, проще говоря, платы граждан, что будет происходить с 1 января. В целом, в Российской Федерации касаясь темы твердых коммунальных отходов, ну, конечно же, и горожан города кумертау. Мы договорились о том, что когда все вопросы будут уже практически сняты, я думаю, все внимательно следят за этой, будем говорить, ситуацией, в основном, вокруг того, сколько же все-таки придется на конкретно каждого жителя. Ясность уже сегодня есть, и мы пригласили сюда вместе с руководством города, это сделали руководители регионального оператора, который по конкурсу определился для территории города Кумертава, и провели, я считаю, хороший разговор разъяснительного характера, где наши жители, которые я назвал домком, и с ним приходила тоже жительница, получили вполне исчерпывающие ответы. Ну, более того, мы договорились дальше продолжить эту практику. Мы знаем, что это, в общем-то, новая система, она не безболезненно будет проходить, но такое время настало, теперь надо уже его принимать как есть. И чтобы избегать разных вопросов, которые не имеют к тому места, а наоборот наладить конструктивную работу, мы договорились и в последующем налаживать встречи с руководством регионального оператора и уже с более расширенным составом наших жителей, которые будут присутствовать на этой встрече, будут домком или активисты, а также еще они продолжили, четыре предпринимателя пришли, узнали о том, что такая встреча сегодня проходит, они продолжили и там дали все ответы. Я хочу сказать, что в следующем году мы будем по мере необходимости встречаться в присутствии руководства города, меня, как депутата от этой территории и жителей, и будем сопровождать внедрение данной системы в городском округе город Кумертал. Мы связались с представителем регионального оператора Эко-Сити Альбиной Касимхановой и попросили ее рассказать о том, из каких составляющих будут формироваться тарифы на твердые коммунальные отходы. Задача, которую ставит перед собой реформа – создать систему. Тариф формируется из следующих составляющих – сбор, транспортировка, сортировка, обезвреживание и захоронение отходов. Это нужно для того, чтобы избавиться от нелегальных свалок и гарантировать безопасность для здоровья жителей. Отходов на полигоне станет значительно меньше, поскольку часть отходов будет отправляться на переработку. Поэтому с января следующего года в платежках исчезнет плата за вывоз мусора. Появится строка «Услуга обращения с ТКО». Пользуясь случаем, Сергей Иванович поздравил земляков с наступающими новогодними праздниками. Я, пользуясь случаем, конечно, хочу поздравить горожан с наступающим праздником Нового года. Светлый праздник, большой праздник. Немножко хочу сказать, что, в общем, показатели города Кумертау очень неплохие. Понятно, всегда нам хочется что-то больше, что-то лучше. Это так нормально, я считаю, все. Но надо сегодня сказать, что неплохо город сработал, и горожане сработали. Много у нас есть задач на будущий год. Неплохо закончили и с вводом нового такого социального объекта, как ледовая арена. Это мечта давнишняя сбылась. Есть уже, будем говорить, серьезные, в общем-то, если правильнее выразиться, наверное, обнадеживающие моменты, которые сделал как подарок нам в Риво главы республики Ради Фаридович Хабиров, который публично подарил уже нам работу по реконструкции стадиона «Шахтер». За это ему большое спасибо и хочу сказать, что нам всем, включая и администрацию, и нам, депутатам, много нужно сделать в процессе того, чтобы… Ну, там много формальностей есть. И я думаю, что в 2020 году мы получим долгожданный наш стадион «Шахтер» современный, как и договаривались с жителями. В этом направлении будем работать. А горожанам желаю хорошего здоровья, больше хорошего настроения, благополучия. Оставайтесь кумертаусами, какие вы есть. Я думаю, что у нас все вместе у всех получится. С наступающим Новым годом! Елена Камалова, Роман Бекулов, телекомпания «Арис». Детский сад «Рябинка» в Питках был открыт в 1955 году. Конечно же, здание за 60 с лишним лет работы устарело и морально, и физически, и давно требовало реконструкции. Два года назад произошла реорганизация путем присоединения детского сада «Рябинка» к детскому саду номер 26 «Золотая рыбка» Кумертау. И именно тогда стали происходить первые видимые изменения в его внутреннем облике. Так была заменена электропроводка, отремонтирован кабинет логопеда и туалетной комнаты, проведен текущий ремонт групп, закуплена новая мебель, игрушки и методические пособия. В декабре 2018 года на деньги, выделенные из городского бюджета, был отремонтирован пищеблок, а он, по нормам прошлого века, стоит отдельно от основного здания детского сада. В пищеблоке был произведен ремонт кровли и помещений в соответствии с современными нормами Санпина для дошкольных учреждений. Закоплено оборудование для кухни и новая посуда. На эти деньги мы смогли приобрести дополнительное кухонное технологическое оборудование, посуду необходимую и произвели ремонт пищеблоков. Текущий ремонт и текущий ремонт крыши, кровли пищеблока. Проведены ремонтные работы на сумму более 600 тысяч. На сегодняшний день детский сад посещает 54 ребенка. Но этих мест, конечно же, недостаточно для жителей Питков. Но в целом, если временно отложить проблему нехватки помещений, в детском саду уютно, тепло и светло. И главное – хорошая экология и свежий воздух поселка Питки, что идет на пользу детскому здоровью. Не лишним будет затронуть и вопрос питания. Дабы развеять все домыслы и мифы, отметим, что горячая пища готовится непосредственно поварами пищеблока из полуфабрикатов высокой степени готовности и сырья, доставленного в детский сад индивидуальным предпринимателем Елчегуловой, работающей за школьным учреждением по системе аутсорсинг. Ребята, в бассейн круг! Самый любимый праздник, которого ждут с нетерпением все взрослые дети – это Новый год. А главным атрибутом новогоднего праздника является, конечно же, елка. Пушистая красавица и веселая музыка собрали горожан в парке «Вертолет» Кумертауского авиационно-производственного предприятия. Многие решили этот вечер провести с детьми именно здесь. Это елка висит, до столета потока, а на ней висят игучки, а по ставке давай кузки. Елочка смолистая, стройная, душистая, морозом сяная, ряжена и хорошо украшена. Елка не только хорошо украшена, но на новогоднем празднике самая настоящая живая ель. 15-метровую красавицу пересадили с летно-испытательной станции на территорию парка «Вертолет». С прошлого года ель прекрасно прижилась и теперь радует участников новогодних праздников. Ровно год назад мы посадили эту елку, которая прижилась, ну и, соответственно, с ней ассоциация Нового года. В этом году мы решили традицию продолжить и, соответственно, на сегодняшний день также организовали этот праздник для наших горожан, ну и, в первую очередь, также для заводчан. Проводим такое мероприятие для наших заводчан, для жителей города, чтобы они почувствовали предновогоднее настроение, праздничное настроение, где у нас предусматривается в программе часть сказочная с участием Деда Мороза, со Снегурочкой и других сказочных героев для детей и для взрослых с хороводами. Дети и взрослые водили хоровод, разгадывали загадки, вместе пели новогодние песни, танцевали. И, конечно, для участников праздника были организованы веселые игры. К примеру, строгая баба яга следила за тем, чтобы ребятишки правильно летали на метлах. Давай, давай, молодец, молодец! На метрохо садитесь, на метрохо садитесь, на метрохо садитесь! За активность и участие, конечно же, все получали сладкие призы. Новогоднее настроение создавали очаровательная Снегурочка и ее помощники-гномы. Дети были активны, потому что подарков было много, все были счастливы и во всем участвовали. И все радовались, ждали Новый год и Дедушку Мороза. Никто не замерз, самое главное. Я хочу пожелать всем, самое главное, здоровья, всем близким здоровья, удачи во всем, счастья, огромной любви и исполнения всех мечтей. Всем жителям и работникам нашего замечательного предприятия хотелось бы пожелать, самое главное, здоровья, улыбок побольше, побольше позитива. Если все будут, ну так сказать, на позитиве, будет и больше добра. Удачи во всех начинаниях, здоровья всемьям. И приходите на нашу замечательную елку, АОКУМОПП. Жители города и заводчане остались довольны организацией праздника. Можно было поиграть в игры, покататься с горок. Всех пришедших на мероприятие ждали настоящие зимние забавы, зажигательная музыка и подвижные игры на свежем воздухе. Хорошее настроение у участников праздника – это и есть положительная оценка работе организаторов. Вовсюду можно детьми даже посидеть, повеселиться, потанцевать. Все здесь нравится, и йог нравится, конечно же. Молодцы, хорошо, весело, все организовано, пожалуйста. Сейчас катаемся на горке. Люди пришли повеселиться, порадоваться, тоже хорошо. За городом, свежим воздухом подышать. К концу праздника на площадке появился главный герой праздника – Дед Мороз. Он поиграл с детьми, провел конкурсы и, конечно же, всех угостил сладостями. С Новым годом, с новым счастьем, здоровья, благополучия и стабильности! Но и Дед Мороз пришел с подарками к тем, кто в течение года принимал активное участие в различных мероприятиях – спортивных или творческих. Победители конкурсов наградили дипломами и памятными подарками. Все участники получили заряд бодрости, ярких эмоций и праздничного настроения. Раз, два, три. И сцепь. С Новым годом! Айгуль Мухаммедшин, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».